Итак, братья и сестры, продолжаем программу «Самые важные знания». В прошлой теме «Самых важных знаний» вы помните, мы рассмотрели с вами два текста из Трехангельской Вести, говорящие о том, как охарактеризовал Бог верующих, которые будут верны Ему в период провозглашения Трехангельской Вести, а также мы рассмотрели, в чем состоит блаженство тех людей, которые были верны Богу в период провозглашения Трехангельской Вести, но Господь допустил этим людям уйти из жизни. То есть эти люди почтили в Господе. Что мы с вами узнали? Давайте вспомним кратко из темы прошлой. Верные Богу в период провозглашения Трехангельской Вести будут иметь терпение Христа, вы помните, терпение святых, оно выражено в полном доверии Богу. Вот когда человек доверяет Богу, у него будет терпение Христа. Стоит только перестать доверять Господу и положиться на то, что ты сам можешь решить эту проблему, то есть заострить внимание на себе, не Богу отдать все, а именно на себя обратить свой взор, все, ваше терпение прекратится. Мы не имеем терпения вообще, сами по себе, оно только в Боге может быть. Поэтому в полном доверии Богу воспитывается наше терпение, а также эти люди должны иметь веру Христа, с помощью которой они будут соблюдать все десять Божьих заповедей. Сами мы по себе не способны соблюдать ни одну заповедь. Вы помните, что произошло с Израилем? Что сказано? Поставили свою собственную праведность, уклонились от праведности Божьей, потому что отвергли камень, который Господь дал, камень, который отвергли строители. То есть, иными словами, положились на самих себя, стали толковать заповеди в соответствии со своим грешным состоянием сердца, и получилось, что у них закон Божий приобрел тот вид, который устраивает грешного человека. А во Христе закон Божий явлен таким, каким он есть на самом деле, святым. Поэтому ни в коем случае мы не можем без веры Иисуса Христа, без его примера соблюдать заповеди Божьи. И также мы сделали еще с вами один вывод, что блаженство верных, умерших в период трехангельской вести, состоит в том, что они по персональному обещанию Бога будут воскрешены накануне второго пришествия Христа в частичном воскресении. Для того, чтобы вместе с 144 тысячами услышать, как Бог заключает завет свой с теми, кто соблюдал все десять его заповедей. Это особое обещание Бога, и оно исполнится. Бог верен своим словам. Итак, после провозглашения трехангельской вести по всей земле, во свидетельство каждому племени, колену, языку и народу, после всех испытаний, гонений, всеобъемлющей власти зверя по всей земле, после того, как описан характер тех, кто живыми будет встречать Христа, после обетования блаженства тем, которые умрут в период провозглашения трехангельской вести, будучи верными Богу, следует то событие, которое так долго ожидали все верные Богу на протяжении всех шести тысяч лет, что существует наша земля. И это событие названо второе пришествие Иисуса Христа на нашу землю во славе. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, а в руке его острый серп». Откровение 14 глава, 14 стих. Вот примечательно один такой момент, мы будем застрять внимание на таких интересных моментах, следующих из текста, из 14 главы книги Откровения. Вот примечательно, что Иоанн от слышания о блаженстве умирающих Господи, которые всю жизнь посвятили тому, что провозглашали, Господь грядет, они верили в это, они любили Господа и ждали его возвращения, он говорит о том, они так и не увидели, они блаженны, умирающие в Господе. Но вот теперь от этого он переходит к тому, что наконец-то исполнится их чаяние, наконец-то это событие произойдет. Вот мы с вами, и все, кто до нас нес эту сладостную весть о втором пришествии Христа, должны всегда помнить, что когда-то, а это будет очень скоро, когда-то это событие все равно осуществится. То есть, несмотря на то, что многие умирали в вере, что уже столько лет идет трехангельская весть, все равно заканчивается чем? Что это событие все равно произойдет. Что мы с вами видим? Трехангельская весть провозглашается? Люди умирают в период трехангельской вести? И что за этим следует? Второе пришествие Христа. И если мы видим, что все, что до второго пришествия описано, избывается с точностью на 100%, то значит и то, что за этим описано событием, оно обязательно произойдет. Это второе пришествие Христа. И это будет очень скоро. Мы своими глазами увидим пришествие Христа. Я не говорю, что все сидящие здесь. Бог знает, кто останется жив, кто, может быть, умрет в Господе, и Бог его воскресит в частичном воскресении. Этого мы не знаем. Но то, что это поколение живущих на земле увидит пришествие Господа своими глазами, это однозначно. Дело в том, что этот день уже давно определен Богом Отцом. Этот день не то, что Бог решает в зависимости от того, как люди себя там поведут. Понимаете, что Бог его может двигать в любой момент. День этот давно определен. И Бог знает, когда этот день будет. Бог знает, как поведут себя люди. Будут ли они провозглашать ревностно или будут спать, как ладыки и цепь. Бог все это знает. И с учетом всеведения и всезнания Он этот день уже давно определил. Священное Писание говорит нам об этом, что этот день определен. И каждый день мы только лишь что делаем к этому дню? Приближаемся и приближаемся. А дне же том и часе не знает никто. Ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. И вот уже в этих словах Христа мы видим, что день этот давно уже определен. Отец знает этот день. Марка 13 глава 32 стих. И вот для многих неверующих людей вопрос пришествия стоит так. Так, будет или не будет? Ну да? Как неверующие люди говорят? Может будет, а может не будет. И многие говорят, поживем, увидим. Да? Так рассуждают неверующие. А для верующего человека вопрос стоит так. Он однозначно будет. Вопрос, где буду я? Вот так задают вопрос себе верующий. Где буду я? В числе или спасенных, или в числе погибших? Исповедовал ли я свои грехи перед Господом? И вот для многих этот вопрос будет очень актуальным. Он постоянно актуален для нас. Исповедовали ли мы свои грехи перед Богом? Потому что если останется хоть один неисповеданный грех, мы не окажемся в числе спасенных людей. И вот хотите простой ответ на вопрос? Что такое исповеданный грех? Самая простая формула. Исповеданный грех – это тот грех, который мы оставили. То есть это действительно он нам противен. Мы раскаялись. Мы исповедовали, что он имел место в нашей жизни, но мы не хотим с ним ничего общего иметь. И мы его оставили. Все остальные грехи, которые человек совершает, это часть жизни человека. И этот грех оказывает влияние на мышление человека, разум человека. И естественно, он мешает человеку приготовиться к чему? Ко второму пришествию. Как можно поставить на чело человека печать Божью, означающую характер Бога, если это чело омрачено грехами? Понимаете? Нету там места для печати Божьей. Поэтому неисповеданный грех – это грех, который имеет место в жизни человека. То есть легко можно себя протестировать. Исповедь – это не только то, что вы встали на колени и просите у Бога прощения за этот грех. Исповедь – это когда человек просит прощения, и просит силу, и оставляет этот грех силой Божьей. Вот это исповеданный грех, оставленный грех. Нам же надо подготовиться к пришествию Господа. Грехи нам мешают в этом. Священное Писание говорит нам о том, что многие люди, которые не оставили свои грехи, они погибнут в день второго пришествия Христа. «Небо и земля придут, но слова мои не придут», – говорит Спаситель. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением» – разновидность греха – «объедением, пьянством, заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. И так бодрствуйте на всякое время, и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий, и предстать пред сына человеческого». Луки, 21 глава, с 33 по 36 стихи. «Подобно тому, как лодка, вот когда она едет, она делит воды в море на те воды, что по правую сторону борта и по левую сторону борта. Вот Иисус своей святой жизнью делит мир на два неравных класса людей». Вот жизнь Христа, помните, что о нем было сказано? «Сей лежит на что? На падение и на восстание многих в Израиле». То есть, одни, глядя на его жизнь, будут падать все ниже и ниже, ожесточаясь из-за того, что не хотели оставить грех. Свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму. И фарисеи, саддуки и книжники из-за Христа, вот из-за его святой жизни, стали становиться все хуже и хуже и хуже. То есть, не он их спровоцировал к этому, но их нежелание оставить грех подталкивало их к тому, чтобы воевать против Христа, идти против Него. И они пошли на падение. Но были те, которые были грешниками, и они хотели оставить этот грех, и для них это было на восстание. То есть, они поднялись выше. Что мы здесь видим? Что лодка делит воду по правому борту, по левому борту, так и жизнь Христа. Она делит людей на два класса. Один класс – это те, которые верят, что силы Сына Божьего достаточно, чтобы они оставили грех и стали соблюдать заповеди Божьи, и жили святой жизнью. Вот они в это верят. Для чего Христос пришел? Чтобы избавить нас от греха и приготовить Господу народ приготовленный, чтобы это был святой народ. Вот для чего пришел Сын Божий? Чтобы сделать нас святыми. Другие же в это не верят, но при этом могут оставаться верующими людьми и говорить такие слова. Ну, это же невозможно, мы же все-таки грешники, ну, как вот мы можем жить святой жизнью? Мы грешники. Когда говоришь о Христос, они говорят, ну, что Христос? Это же Христос, это Сын Божий. И вот поэтому Христос его не делит верующих людей на два класса. Одни верующие верят, что можно жить святой жизнью, другие верующие, но не верят, что можно жить святой жизнью. Из этого делаем вывод, насколько они верующие. Священное Писание говорит нам о том, что мы можем победить грех, для чего и дана нам благодать Божья. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха. Понимаете слово «мертвый для греха», то есть, иными словами, грех не может над мертвыми иметь никакой власти. И живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодать. Заметьте, что не грех должен надо мной господствовать, а что должен верующий человек? Верующий должен над ним взять верх силы Христовой. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, и только в таком случае конец. Что будет? Жизнь вечная. Только в этом случае. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам, 6 глава, с 11 по 23 стихи. Сегодня это разделение святых на тех, которые действительно верят, что можно жить святой жизнью, и на тех, кто говорит, что это невозможно. Оно отмечено только на небесах. То есть сегодня те и другие претендуют на спасение. Ну разве не так? Даже те, которые говорят, что нельзя жить святой жизнью, они все равно надеются на благодать, на милость, на то, что их спасут, потому что они верят, и ходят на собрания. И многие не видят вот этого разделения. Но у Бога четко в книгах уже написано, кто его, а кто не его. И вот пришествие Христа, оно что сделает? Оно сделает явным то, что сегодня тайно. То есть то, что не видно на самом деле. Все сегодня плевелы и пшеницы находятся вместе. В одном собрании, в одной церкви, в одной организации, в одном доме, в одной семье. И пришествие Христа покажет, кто же на самом деле, кто есть кто. И вот как красиво об этом сказано в Священном Писании, это Малахия, 3 глава, 16 по 18 стих. «Но боящиеся Богу говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. Пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милует человек, сына своего, служащего ему. И тогда что произойдет? Снова вы увидите различие между праведниками нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. В тот день что произойдет? Разделение. То есть Господь покажет, кто же служил ему на самом деле, а кто не служил. Малахи, 3 глава, 16 по 18 стихи. Второе пришествие Христа для истинного народа Божия будет самым радостным событием жизни. Вот они им жили этим событием, они его возвещали, и для них нет смысла жизни без этого события. Вот просто нет смысла жизни. Отними у них эту истину, и они не будут видеть, для чего им вообще, собственно говоря, жить. И скажут они в тот день, вот Он Бог наш, на Него мы уповали, Он спас нас, все есть Господь, на Него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся во спасение Его. Исайя, 25 глава, 9 стих. Скажите, вот в свете того, что вы только что услышали, вы действительно относитесь к той категории, для которых второе пришествие – смысл жизни? Вот подумайте, хорошо. Для вас это есть смысл жизни? То есть, иными словами, вот если бы можно было бы представить себе, хотя бы на миг, не будет пришествия. Не будет вообще. Вот все будет так идти от начала творения, все останется, как и прежде. Вот сможете ли вы остаться теми же людьми, теми же верующими, без этой истины о втором пришествии? А какой смысл тогда? Какой смысл тогда жить? Какой смысл этих собраний? Какой смысл вообще тогда священного писания? Вы понимаете, цель священного писания – нас сделать святыми. А сделать святыми для того, чтобы мы могли где жить и с кем находиться? С Богом в святых обителях. И если этого не будет, то просто святой для земли, вдали от Бога – это ничего. Смысла в этом никакого нет. Общество хороших людей, святых людей. Мы же свое счастье находим не в самой святости, а в том, что мы будем с кем? Мы будем с Богом. Вот в чем счастье верующего человека, чтобы быть с Богом. Потому что истинная религия – это религия не норм и правил и повелений, а это религия взаимосвязи с личностью. И этой личностью является Бог Отец и Его также Сын Иисус. Вот общение с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом является истинной религией. И если вот забрать вот эту вот истину, что мы когда-то будем находиться вместе, то тогда зачем же смысл жизни? В чем смысл этой жизни? Жизнь не имеет смысла, если человек не стремится к высшим идеалам. Вы думаете, что смысл жизни, чтобы заполнить свой разум и заполнить свой желудок чем-нибудь, как многие сегодня и живут? Включил телевизор, мозг заполняется чем угодно всяким мусором и кушать и пить то, что тоже заполняет тебя, как мусорную свалку. Если сегодня люди думают, что в этом смысл жизни, то я вам скажу, что это просто биологическое существование. Это просто поддержка своей тленной плоти. Это жизнь инстинктами. Если человек не стремится к высшему, а высшим является общение с Богом и стремление быть с Ним всегда, то тогда человек, живущий инстинктами, он превращается в животное. Он превращается в животное. Вот почему в Священном Писании сказано, тот, который узнал о святой заповеди, но оставил ее и вернулся обратно к старой жизни, это кто? Это вымытая свинья, которая идет валяться в грязи. И вот для тех, кто прожил жизнь движимой не высшими духовными идеалами, тот, который прожил жизнь только лишь плотскими инстинктами, для тех, второе пришествие Христа будет самым трагичным событием в их бесцельной жизни, в их бессмысленной жизни. Они-то думали, что она со смыслом, но она была бессмысленная жизнь. И что же скажут эти люди в тот день? И говорят гором и камнем, падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агонца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Им неприятен лик Господний, лик святости, потому что грех и святость не мирятся вместе. И они прячутся от этой святости, потому что она их обличает. Тогда все находящиеся в этой группе, они будут очень желать в том, чтобы оказаться в группе спасенных. Вы как помните, наверное, читая Дух Пророчества, Священное Писание, как тонущие в водах потопы, всем сердцем желали бы где находиться? В ковчеге. Когда уже видели, что они погибают, они бы хотели бы находиться в ковчеге, но ничего не получилось уже. Увы, они определились до того, как началось это событие. И вот каждому сегодня живущему на земле нужно для себя уяснить, что спасение – это результат упования на невидимое, а не результат попытаться изменить то, что стало фактом. Понимаете, о чем я говорю? Если кто-то думает, что его спасение – это он, факт, пришел, и он его попытается изменить, этот факт, и он спасется, эти люди глубоко ошибаются. Спасение – это результат упования на невидимое, пока еще оно фактом не стало. Вот почему всякий верующий чем будет жить? Своей верой. То, что еще не становится фактом. И вот те люди, которые во время потопа проморгали момент, когда надо было верой войти в ковчег, то есть согласиться с тем, что это истина, потом уже изменить этот факт они никак абсолютно не могли. Хотя Второе пришествие Христа – это эпохальное для всей земли событие, и для нас оно не обозначено датой, но есть очень важные моменты, на которые исследователю Трухангельской вести следовало бы обратить пристальное внимание. Потому что я не знаю, почему так сегодня люди имеют мышление верующие, что если говорить о Втором пришествии, почему-то обязательно самое интересное – это дата. А все остальное – это как будто бы уже неинтересно. Вот скажи, когда будет? Вы начинаете людям говорить на улице, что будет Второе пришествие, а когда это будет? Всем почему-то дата считается самым интересным. Но здесь так много из чего еще исследовать, помимо даты. Я даже скажу, может, дата – это совсем было бы неинтересно. Я вот не знаю, что стало бы с моим духовным человеком, я себе знал дату пришествия. Я вам честно скажу, я не знаю, что бы стало со мной. Зная, что мы все грешники, еще не преображенные на все 100% Божьей милостью и благодатью, может возникнуть такая мысль, а, ну если это будет там через 50 лет, не скоро придет господин, поживу для себя, да, а потом попытаюсь раскаяться. Или наоборот, вот оно уже близко, так, ну, надо, наверное, уже что-то делать, да, надо быстрее какие-то принимать решения. Это не отношение с личностью, это отношение с датой. Вы понимаете, о чем я говорю? Это отношение с датой. Это по безвыходности человек начинает принимать решения. Священное Писание говорит, что мы должны все-таки подходить к отношениям с личностью. И давайте обратим внимание сейчас на события при втором пришествии, на само второе пришествие без даты, не об этом идет речь. При втором пришествии Христа на голове Христа находится золотой венец. Это символ царской власти. Это говорит нам о том, что он прекратил свое ходатайственное служение. Потому что сейчас он находится в какой должности, в статусе первосвященника. Здесь же он идет как царь царей и Господь господствующих. То есть мы видим, что он снял свои одежды первосвященника, надевая царские одежды, и он идет на землю как царь царей. То есть прекратилось ходатайственное служение на небе. Нечестивцы в свое время подстрекаемые сатаной водрузили на его голову венец и стерна. Вы помните? Это было очень больно физически. Но я вам скажу, более это больно было духовно, морально. Почему? Потому что это было несправедливо. Ну несправедливо. Значит, Наираде, который убивал детей, издевался над людьми, золотой венец, а тот, кто лечил, воскрешал и кормил, ему на голову одевает венец и стерна. Кто не сделал никакого зла и не было лести в устах его. Это было несправедливо. Сатана, он только и может совершать несправедливые поступки. Он сам совершает несправедливые поступки и теми, кем он управляет, они также способны только на что? Только на несправедливые поступки. Но Бог же наш, Он гарант справедливости и нелицеприятия. В Священном Писании о Господе сказано, ибо нет лицеприятия у Бога, Римлянам 2.11. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6.7. И вот Бог, как Верховный Владыка Вселенной, Он зорко следит за тем, чтобы восторжествовала справедливость. Движимый духом справедливости, Бог коронует Иисуса, Своего Сына, венцом славы. Как вы думаете, Он Его коронует, потому что Он Его Сын? Нет. Это здесь назначают, потому что родственники или заплатили соответствующее. Там все совсем по-другому. Он Его коронует, потому что Он достоин. Понимаете, действительно этого достоин. Потому что это пришло к Нему через жизнь полную горе, скорби, несправедливых унижений, оскорблений. И это достоинство все признают, и спасенные, и погибшие, что Христос достоин быть коронован, как Царь царей и Господь господствующий. Из-за чего началась великая борьба на небе? Сатане не понравилось, что Бог, Отец, возвеличил своего Сына до положения равного себе. Сатана тоже захотел таких же самых почестей. И вот в результате что мы видим? Сатана показал, каким Он правителем является вот здесь у нас на земле. И Христос показал в борьбе с Сатаной, каким является Он правителем. И вот глядя на жизнь одного, претендующего, допустим, на возвышенное положение, и другого, который не претендовал, но его Отец сам возвысил, вся Вселенная придет к выводу, что Бог, когда короновал в свое время Иисуса Христа, не ошибся. Он действительно достоин. То есть, вы понимаете, что у Иисуса произошло? У Иисуса произошло, что Он, пройдя круг страданий, унижений, оскорблений, прожив вот эту жизнь, пришел в умах всей Вселенной к такому пониманию, то есть, Вселенная пришла к такому пониманию, что Бог видел наперед, но Бог все знает, что Он такой и есть. А Вселенной это надо было что? В свое время увидеть. То есть, вот почему Бог иногда допускает, чтобы нечто происходило, хотя Он знает наперед, как все будет и чем оно все закончится. Потому что, в отличие от Бога, вся Вселенная не имеет Всеведения. И если Бог будет принимать все решения, исходя из своего Всеведения, то для сотворенного существ не всегда это будет понятно, почему Бог так действует. И вот, когда Бог это допустил в жизни Иисуса Христа, то знания, которые были у Бога, стали знаниями всех сотворенных существ. И то, что сделал Бог, вся Вселенная тоже теперь с радостью, что соглашается с этим. Они коронуют Иисуса Христа. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и было их число, тьмы теми тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин агнец заклонный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Откровение 5 глава, 11-12 стих. Скажите, вы под этими словами подпишетесь? Вы скажете эти слова Сыну Божьему, что Он достоин вот этой царской почести, и власти, и силы, и чести? Тот, который знает, что для Него сделал Иисус, Он никогда не промолчит, когда вся Вселенная будет славить Сына Божьего. Достоин ты, агнец. В коронации Христа мы видим гарантию восстановления справедливости вот на этой ныне несправедливой земле. То есть, вы понимаете, сегодня несправедливые поступки совершаются на этой земле, но в коронации Христа что мы видим? Что раз был проявлен пик несправедливости в жизни этой личности, в жизни Сына Божия, и теперь восстановилась справедливость, значит, справедливость все-таки будет что? Однажды будет восстановлена. Все дети Божьи на протяжении всех веков страдали несправедливо от нечестивых, как и Сын Божий. Иные же замучены были, не приняв освобождения. Другие испытали поругания и побои, а также узы, темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Евреям 11 глава 35-38. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофей 3 глава 12 стих. То есть, мы должны быть готовы к тому, что пока не придет Христос, понятие несправедливости на этой земле, что? Будет сохраняться. Значит, не думайте, что если вы сегодня верны Богу, молитесь Ему, поститесь, служите людям, что по отношению к вам не будет проявлена несправедливость. Не ждите этого, ибо как поступили с хозяином дома, так поступят и с домашними его. Я удивляюсь сегодня, когда слышу от верующих людей, почему Бог это в моей жизни допустил. Я молюсь, я служу Ему, я верен, я вроде стараюсь все делать для людей только добро, и вдруг что-то со мной случается, не то, что я бы ожидал. Но ведь мы живем на несправедливой земле, а Христу справедливо одели венок и стерна. Может, Он тоже его заслужил. Но вы слышите с его уст такие слова возмущения, за что мне это делают? Живя в этом несправедливом мире, дети Божьи, страдая от несправедливости, от несправедливого отношения к себе, читая Евангелие, они будут взирать на кого? На Сына Божия. Они будут взирать на их Господа, как на того, кто страдал несправедливо. А читая книгу Откровения, они будут взирать на Христа, как на того, на ком было показано восстановление справедливости, в ком было показано восстановление справедливости, за прожитую им жизнь. Помните, дорогие братья и сестры и друзья, наша сила в борьбе против несправедливости не в нас самих. Мы очень быстро можем потерять терпение святых и выйти из себя, когда по отношению к нам проявлена несправедливость. Наше терпение святых покоится в Господе и Иисусе, которого несправедливо короновали терновым венцом, но справедливость восторжествует тогда, когда сам Бог ее восстановит, эту справедливость. Вот в Боге, когда мы сокрыты, мы не выйдем из себя никогда, и терпение святых будет частью нашего характера. Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, с терпением, даже при несправедливости. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесной престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Евреям 12 глава с 1 по 4 стих. При своем возвращении Христос представлен нам с острым серпом в руке. Острый серп он легко срезает стебли, и при этом зерно остается в колосе и не просыпается на землю. Заметьте, тонкая деталь, острый серп. Вот если уже многие не знают, как серпом работать, вот не работайте, уже не жнут люди дома у себя, как раньше было в одни Христа, не убирают колосе. Но если вы могли проэкспериментировать, взять острый серп и тупой серп, и вы увидели, какая разница в жатве. При тупом серпе у вас бы очень сильно дергался бы стебель, и колоси могли бы все время просыпаться. Это был бы мучительный очень процесс. Но именно в остром серпе мы находим мысль такую, что все колоси останутся в колосе. То есть они не не опадут при этой жатве. То есть никто не погибнет, потому что Христос верен своим словам. Он сказал, воля же пославшего меня отца есть та, чтобы из того, что он дал мне, ничего не погубить, ничего, ни одного зернышка, но все то воскресить в последний день. Иоанна 6 глава 39 стих. Все зерно будет без потерь убрано в житницу Божью. Это говорит нам о том, что ни одно дитя Божье не погибнет. Не погибнет. Вы помните, как Иоанн говорит, что есть люди, которые были с нами, но не были наши. Есть люди, о которых мы говорим, ну как, ну во всем вот хороший человек, ну вот у него только вот это, только вот это, вот это. Друзья мои, каждый займет позицию четкую в этом вопросе. Если вот только вот это, вот это, вот это для него останется дорогим, дороже, чем Господь Иисус, значит он окажется в числе погибших. Каждый должен занять четкую позицию. Погибнут богохульники и погибнут верующие лицемеры. Спасутся верующие, которые от полного сердца служили Господу. Пришествие Христа могло бы произойти и без ангелов, которое описано в 14 главе Откровения, не в трехангельской вести, а чуть позже. Сейчас мы о них будем говорить. Но Бог ничего не делает просто так. И все его деяния пропитаны духовным смыслом и наставлениями. Давайте посмотрим, о каких ангелах сейчас говорится нам дальше в 14 главе книги Откровения. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке «Пусти серп твой пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Заметьте, откуда выходит ангел? Он выходит из храма небесного и обращаясь к Сыну Божьему он говорит о том, что нужно пожать жатву на земле, потому что жатва на земле созрела. Читающий Библию должен просто задать себе такие вопросы. Но неужели ангел лучше Сына Божия знает, когда созрела жатва на земле? Или, допустим, неужели Сын Божий на небе подчинен воле ангела, что ангел говорит, когда нужно Сыну Божьему идти на землю, чтобы совершить это событие? Конечно же нет. Абсолютно правильно говорит сестра. Конечно же нет. Ангел выходит из небесного храма, а ведь небесный храм это центр управления всем планом спасения. В храме находится Бог, престол Божий. Там идет ходатайство Христа пред Отцом, вернее шло, мы уже сейчас говорим о том, что оно закончилось, это ходатайство. Это эти события описаны в 14 главе с 15 стиха. То есть ангел выходит из небесного храма, это центр управления планом спасения, место суда Божия. Что сказано об ангелах? Благословите Господа все ангелы его крепкие силы, исполняющие слово его и повинующиеся глазу слово его. Псалом 102 21 стих. А что у нас сказано о дне второго пришествия? Мы уже читали этот текст. О дне же том или часе никто не знает, а ангелы небесные не знают этого дня и часа. а сын тоже не знает, только отец. И вот посмотрите что происходит Марка 13 32. Вы сейчас должны совместить все вместе. У вас получается что ангел не знает даты пришествия, но ангел есть послушный Богу во всем исполнитель воли Божьей. И когда вы все это вместе собираете информацию, у вас получается полнота той картины, которую Господь рисует всем, кто желает вообще это знать. То есть все пазлы собираются в одну красивую картину. В небесном храме воссетает Бог Отец. Там происходил суд. И Христос ходатайствовал за род людской перед Отцом. Ходатайство закончилось и уже можно идти на землю. Раз Христос одел другие одежды, золотой венец на голове, значит он снял одежды первосвященника, ходатайство закончилось. Казалось бы, что ждать? Надо идти. Все закончилось. Но нет, мы видим, что Христос не делает это до той поры, пока сам Бог Отец во власти которого находится день и час пришествия Христа. Об этом знает только Отец, сказал Христос. Через ангела своего, а ангелы это те, которые слушают глаз Господний, не сказал, пусти сертво и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И вот в этой картине мы видим с вами верховенство Бога Отца во всей вселенной. И без Него никто, даже им возвеличенный Сын Божий не шелохнет пальцем. Никто без Его повеления ничего не сделает. И уже, казалось бы, все сделано, ходатайство закончилось, венец одели, Он сидит на облаке, но Он ждет, пока это скажет Ему Отец. Бог Отец. И только Он определяет, когда это событие должно произойти. И знаете почему? Потому что и для Сына Божьего, который является Божественной Личностью, который родился от Отца и возвеличен Отцом, но все равно и для Сына Божьего Бог Отец является Богом. Бог Отец является Богом. Читаем эти тексты Священного Писания. Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Иоанна 20 глава 17 стих. Откровение 3 глава 2 стих. Ибо я не нахожу, говорит Христос, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. И это, кстати, уже откровение после того, как Христос вознесся во славе. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, нового Иерусалима, сходящего с неба от Бога моего. Зачем Христос так часто заостряет внимание, что Бог Отец является и для него кем? Является для него Богом. Он показывает верховенство своего Отца. Откровение 3 глава 12 12 стих. Христос, прежде чем прийти на нашу землю, Он ожидает от Бога Своего сигнал к тому, что пришло время к тому событию, о котором вещало все Священное Писание, но о дате которого знал только Отец. Это второе пришествие Христа. Второе пришествие Христа, этот день определен только самим Богом. И даже тогда, когда все уже говорит о том, что все уже закончилось и надо дойти, сигнал к этому дает Бог Отец. Почему? Потому что Он владыка всей Вселенной. Он есть истинный, единый, истинный Бог. Как и первое пришествие Христа, оно тоже находилось под чьим полным контролем? Не Христос решил, когда Ему идти, куда и как это все осуществлять. Это было определено Богом Отцом. Он, включая и время рождения Христа от женщины и весь план спасения Бог держал в своих руках, в своем управлении. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, Галатам 4.4. А в послании к евреям Христос говорит, ты мне уготовал тело. Почему Бог Отец именно дает в данный момент сигнал Христу в том, чтобы пожать землю? Что подвигло Бога Отца на это решение? Почему именно в данный момент, не раньше, не позже, а именно в данный момент? Ведь можно было чуть позже сказать, можно было бы чуть раньше сказать, ну как, ну в принципе, да, можно же было. Что-то подвигло Бога на это решение. И давайте мы сейчас исследуем этот вопрос. Почему Бог сказал в данный момент, что надо идти на эту землю Сыну Его? Ответ в словах Божьих, которые ангел говорит Христу. Пусти серб твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. Откровение 14-15. Это очень глубокая истина, мы уже какой раз ее смотрим, она сокрыта, эта истина в этих словах. Заметьте, что Бог определил день второго пришествия непроизвольно опираясь, допустим, например, на математический расчет. Сегодня очень многие пытаются что-то вычислять. По юбилеям что-то вычисляют, по каким-то годам вычисляют, сколько лет до потопа, после потопа, еще дополнительная милость. Мне это напоминает, как 153 рыбки, которые были пойманы в сетями, начинают раскладывать на 144 тысячи, на Отец, и Святой Дух, еще там 7 дней творения получаются полный кавардак. То есть, не надо вот эти формулы, друзья мои, истина это не математика. Это не математика. Поэтому не надо вычислять даты второго пришествия с помощью каких-то формул. Бог определяет дату не по формулам, а в зависимости от духовного состояния людей. Вот заострите это раз и навсегда в своем сердце, заложите эту истину, чтобы она здесь жила у вас постоянно. Не по формулам, не по датам, а именно по духовному состоянию людей определяется дата пришествия Христа. Посмотрите на этот текст. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Что вы здесь видите? Чем определяется дата? Формулой какой-то? Какими-то годами, ну в нашем человеческом понимании, чем? От чего зависим Господь в определении даты? Что Он поставил в зависимость этой даты? Жизнь человека, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы люди пришли к покаянию. Иными словами, когда уже никто не сможет прийти к покаянию, тогда что произойдет? Вот тогда и произойдет пришествие. Придет же день Господень как тать ночью, тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля, все дела на ней сгорят. 2 Петра 3 глава 9-10 стих. Итак, Бог определяет день второго пришествия Христа в зависимости от отклика людей, в зависимости от их выбора, от их духовного состояния. Посмотрите слова «Пожни жатву». Почему? Потому что жатва на земле созрела. Вы понимаете почему? Что определило день пришествия? Сама жатва. Вы понимаете? То есть Бог исходил из реальности. Вот что он увидел, вот так он и положил своей власти. То есть время жатвы определено готовностью самой жатвы и ничем иным. Так что не вычисляйте даты пришествия Христа. Разве не сам Бог через природу нас учит, что время жатвы зависит от состояния самой жатвы? Разве не так мы учимся от Господа через природу, которая нас окружает? В холодный год, запоздалый весной, день жатвы задерживается или не так? Почему не убирают раньше? Потому что не созрело. А что зеленое зерно? Кому оно нужно? Что с ним произойдет в амбарах? Оно сгниет, оно испортится. А в хороший год, допустим, или с ранней весной жатва будет раньше. И если задержать жатву в ранний год, то зерно осыпется, и вы не соберете также вовремя жатву. То есть несмотря на то, что есть как бы рамки для жатвы июнь июль, ну как бы грубо, да, вот так можно поставить эти два месяца, но в зависимости от погоды, от созревания жатвы, числа будут ходить в этих рамках. Иными словами, мы сегодня имеем рамки, будет папство возвыситься, сатана будет через Америку работать, нам сказано, что будут войны, наводнения, землетрясения, это рамки, которые должны быть, и они указывают на события Второе пришествие. Но в этих рамках все будет зависеть от того, как люди будут в этих событиях себя вести. Если люди от этих событий быстро начнут зреть и делать свой выбор, значит, тогда пришествия будут в эту сторону сдвинуты. День. Но Бог его знает, мы его не знаем. Но если люди будут тянуть что-то, долго зреть, значит, сдвинется чуть-чуть в эту сторону, в этих же рамках, но в зависимости от жатвы, от состояния духа самого человека. И вот это очень важно понять нам, потому что только состояние самой пшеницы определяет день пришествия Иисуса Христа. Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все люди были спасены. И хотя мы и знаем пророчество о последних событиях, предвестниках второго пришествия Христа, но второе пришествие Христа произойдет только тогда, когда созреет на земле жатва. То есть каждый человек на земле займет четкую позицию, на чьей стороне дитя Божье или дитя дьявола и уже изменить будет ничего нельзя. Не потому что Бог не захочет, чтобы люди изменили, ведь Он говорит, я хочу, чтобы все пришли к покаянию. Значит, если сегодня ты дитя дьявола, но можешь прийти к покаянию, то время жатвы не наступит, потому что ты еще можешь изменить свое решение, Бог этого хочет. Но если идет день пришествия, то значит тогда люди займут такую позицию, при которой уже никто свое мнение менять не будет. То есть определяться на все сто процентов все, так что уже изменить будет ничего нельзя, они не захотят менять, не Бог, а они не захотят уже ничего менять. И вот через притчу о бесплодной смоковнице нам дано уразуметь, по какому признаку Бог определяет, что жатва созрела. То есть менять не будет. И сказал с ее притчу, некто имел виноградники в своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее на этот год, пока я копаю, обложу ее навозом, смотрите, что происходит, как в этой притче все четко на своих местах стоит. В определенное время, время для сбора смок, в хозяин уже третий год приходит посаженная смоковница за плодами, но их нет. И это уже в принципе достаточное основание для того, чтобы что сделать? Прекратить ее существование, этой смоковнице. Садовник говорит, давай дадим еще один шанс и сделаем еще что-нибудь для нее, более благоприятные условия для плодоношения, и если уже это не поможет, тогда приведешь свой приговор в исполнение. Но разве не так и мы смотрим на то, что посажено у нас в огороде? Если уже и поливал, и ухаживал, и окапывал, а оно все вот, ну никак, то легче что сделать? Вырвать, а на это место посадить другое. То есть, это правильно, это однозначно. И вот из притчи следует, что и у благодати есть предел. Вы заметили, что это следует из притчи? Да, тебя окопают, тебя обложат навозом, тебе дадут еще шанс, но если ты не воспользуешься этим шансом, то время благодати для тебя закончится. Это следует из этой притчи. И после этого последует правосудие. И вот как на примере Ветхом Завете, на примере израильского народа, посмотрите, что говорит Господь, что Он делает тогда, когда люди неправильно пользуются Его благодатью. Он обнес Его ограды, очистил Его от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы, построил башню посреди Его, выкопал в нем точило, и ожидал, что Он принесет добрые грозды, а Он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима, мужи Иуды, а вы переносите это на второе пришествие, и ныне небожители, ангелы, что мне для земли еще надо было сделать? Христос пришел, умер, благодать была дана, Дух Святой работал над сердцами, Библия дана, все уже сделано, ангелы трудились по спасению этих людей, постоянно, служебные духи. Что еще надлежало бы мне сделать для виноградника моего, чьи я ничего и не сделал ему. Почему, когда я ожидал, что Он принесет добрые грозды, Он принес дикие ягоды? И так, все, время благодати закончилось. И так, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, будет опустошаем, разрушу стены его, будет попираем и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать его, ни вскапывать его, зарастет он терными волосами и повелю облакам не проливать на него дождь. Исайя 5 глава со 2 по 6 стих. И вот из этих стихов следует, что Богом было сделано все для плодоношения, но добрых плодов все нет и нет. И справедливым будет возмездие, и справедливым будет наказание от Господа. Вот почему и нечестивые, что скажут? Истинные и праведные суды твои. Они увидят, что действительно они сами не захотели идти ко спасению своему. Вы видите, что Библия говорит нам о том, что день пришествия Господа Христа будет определен Богом на основании духовного состояния людей, живущих на земле. Духовного состояния. И знаком того, что время пришествия настало, будет уже то, что никто из людей не захочет перейти из лагеря погибших в лагерь спасенных, что-либо изменить. То есть, иными словами, человек не захочет от состояния бесплодия в духовном отношении перейти к состоянию обильного плодоношения во славу Господнюю. То есть, люди не захотят ничего менять. Или еще проще можно сказать, никто не захочет уже обратиться к Господу. Не захотят. Помните, как было перед Вавилонским пленом сказано израильскому народу? Обратитесь на пути древние, пойдите этими путями, но что они сказали? Не пойдем. Ну, раз не пойдете, пойдете в Вавилонский плен. Не пойдем. Люди определятся. И вот об этом определении мы читаем слова Христа, которые он скажет по окончанию ходатайственного служения. Посмотрите внимательно. Неправедный пусть еще делает неправду. То есть, куда идет неправедный? К обращению, к покаянию? Нет, он все больше и больше что делает в своем беззаконе? Усугубляет свое положение духовное, бездуховное, точнее. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. Вы видите, они пошли в разные стороны. Этот идет нечестие все больше и больше, а этот возрастает все больше и больше в Господе. Все. Они уже в эти стороны не пойдут, только вот сюда, в разные. Итак, святой да освящается еще. Сегриду скорый, возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Откровение 22 глава 11-12 стих. То есть, будьте внимательны, только Бог, испытывающий наши сердца, знает тот день, когда каждый живущий на земле человек в своем сердце сделает окончательный свой выбор. Кто это только знает? Только Бог. Кто же наши сердца знает? Только Бог. И поэтому в свете вот этой истины, которая открывается нам из Библии, я задаю вопрос. Друзья мои, как вы взяли на себя смелость определять дату второго пришествия Христа? Вы что знаете каждого человека, чем он дышит и чем он движен? Всех людей на земле вы знаете? Да сегодня даже ни одна спецслужба в мире не знает этого. Тем более духовное состояние, внутреннее состояние, которое не видно для человеческого глаза порой. Кто знал, что у разбойника творится, когда он смотрел на страдания Христа? Это только Бог знает. Итак, если сегодня человек опирается на свои ограниченные познания и делает вывод о том, что пришествие будет тогда-то и тогда-то, то этот человек просто делает работу дьяволу. Он не понимает, кто за ним стоит, назначая эти даты. И вот примером тому, что мы люди не знаем о других людях ничего, потому что мы даже сами себя не знаем. Мы и себя-то не знаем до конца. И как при этом, когда мы видим, что состояние жатвы говорит нам о пришествии, о дне пришествия, как мы, не зная ни себя, ни окружающих, можем сделать вывод, что пришествие будет через два-три дня или через месяц, через год. И вот примером этому служит апостол Петр, сказавший Христу, что он готов за него умереть, а через короткое время он отрекается от него трижды. то есть, иными словами, глядя на Петра, который клянется, что он готов за Господа умереть, мы говорим, Петр созрел как пшеница. Проходит время, он от него отрекается, и мы уже говорим, Петр созрел как плевелы. Понимаете, по-человечески, если рассуждать. И вот я задаю такой вопрос, а когда Петр сделал свой окончательный выбор? Когда последовал за Христом? Или, может быть, когда он клялся в верность? А может быть, когда он отрекался от него? Или, может быть, когда засвидетельствовал своей жизнью или смертью верность Господу, будучи распятый вверх ногами? Когда этот окончательный выбор произошел в его сердце? Кто из людей это знает? Хорошо, возьмем другой персонаж. Когда Иуда сделал свой окончательный выбор? Что он сразу пришел с желанием предать Господа? Нет. Он вначале ходил, и Дух Пророчества говорит нам, что Христос ему был симпатичен как духовная личность, как лидер. И он хотел многому у него научиться, но потом возобладало в нем зло. Так вот, я задаю вопрос, когда Иуда сделал свой окончательный выбор? Когда последовал за Христом, и мы его в пшеницу должны записать? А может быть, тогда, когда он его продал? Так ведь Петр тоже отрекся, когда пошел и повесился. Вы понимаете, что в жизни человека бывают разные этапы? И мы не знаем до конца, когда человек сделал окончательный свой выбор. Можно быть верным, упасть, покаяться и опять стать верным. Можно быть неверным, покаяться и прийти и стать верным. У престола Божьего ближе всего будут стоять те, которые служили сатане. Так говорит Вестница Господня, и я верю этому. То есть, вы видите, мы не знаем этого, а раз мы этого не знаем, то и определить, когда жатва на земле созрела, мы не можем. А пришествия без созревания жатвы не будет. Не будет. Мы должны четко для себя уяснить, что только Бог знает, когда взрослые, в том числе и дети, в том числе и младенцы, которые рождаются, когда они будут в таком состоянии, что Евангелие их не изменит даже тогда, когда они вырастут. Понимаете, о чем я говорю? Ведь будет пришествие, которое положит конец и детям. Кто знает, что этот ребенок вырастет и станет верным Богу или не верным Богу? Это знает только Господь. Поэтому пришествие Христа может определить только Бог, точно так же, как и дату потопа, кто определил? Бог. Потому что он знал, что даже те дети, которые сейчас не вошли в ковчег, это те дети, которые вырастут и подобно своим родителям что будут делать? Смеяться и отвергать весь Ноя. Посмотрите, Ной строит ковчег, Ной не знал дня потопа. Он не знал дня потопа, когда это наступит. Из этого следует из Священного Писания. Он просто строил ковчег, он хотел в нем спастись, он проповедовал людям, что вам тоже бы надо было в нем спастись, но в конце концов эту дату определил ему Бог. И сказал Господь Ною, войди ты и семейство твое в ковчег. Кто сказал? Бог сказал, войди, вот сейчас войди в ковчег, ты строил, все построено, а теперь войди. Ибо тебя я увидел праведным предо мной вроде сем, ибо через семь дней я начну изливать дождь на землю, сорок дней, сорок ночей, истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Бытие, седьмая глава, с первого по четвертый стих. То есть, вы видите, Бог сказал Ною, когда надо войти в ковчег. Это было сказано за семь дней до потопа, но вы, наверное, заметили, что эти семь дней ничего уже не решали, потому что двери благодати были уже закрыты. Точно так же, как и пришествие услышат люди, воскресшие в частичное воскрешение, но тогда уже при язвах ничего изменить будет нельзя. То есть, люди сделали свой окончательный выбор. Точно так же, и при втором пришествии Христа. Бог, знающий сердца людей, скажет своему Сыну через Ангела. Почему это делается через Ангела? Чтоб это услышала вся Вселенная, а мы об этом могли прочитать. Вот мы сейчас прочитали, и можем понимать, что Бог хочет нам донести до сознания. Что все живущие на земле наконец-то уже определились. Пусти серп твой и пожни, потому что жатва на земле созрела. Люди определились. Все. Определяет конец времени. не ходатай. Определяет конец времени. Судья. Иными словами, не Сын Божий, а Бог Отец, Владыка Всего Сущего, определяет, когда наступит созревание жатвы. И вот этому есть очень интересный библейский прообраз. Посмотрите внимательно. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? В данном случае мы видим, что Христос, который пришел к Аврааму, выступает как прообраз Бога Отца. Авраам здесь выступает как прообраз самого Христа, Ходатая. И вот посмотрите, что происходит у нас. Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может ли быть? Может быть, в этом городе есть 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место всего ради 50 праведников в нем? Что делает Авраам? Он ходатайствует. Христос в данный момент как судья определяющий. Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть это от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в этом городе Содоме 50 праведников, то ради них я посижу вместо сие. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я еще однажды скажу, может быть, найдется там 10. Я сократил, там они все меньше и меньше шли. Он сказал, не истреблю ради 10. И теперь, обратите внимание, что происходит? И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам имел еще возможность что-либо сказать? То есть, можно было еще опускать ниже, ниже, ниже. Но кто показал своим действиям, что больше ходатайства бессмысленно, ничего не будет? Господь развернулся и пошел, перестав говорить с Ходатаем, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Бытие 18 глава 23-33. Никто из нас не свят. Мы все согрешили лишены славы Божьей. Но вот в Библии есть четко указана характеристика спасенных, что значит определиться в вопросе своего спасения. То есть, мы как бы себя не знаем хорошо, но я вам скажу, что в свете все-таки Библии мы можем получить некую уверенность, что мы на правильном пути и что Бог нас определит к жатве, ко спасению. Посмотрите внимательно на эти тексты. Они омыли, это спасенных идет речь, они омыли, это слово еще означает выстирали. Хозяйки, знаете, что такое стирать? Это нужно бороться с этой, да? Побороться надо с этой грязью, пока наконец она что не сделает? Теперь вам понятно, что такое исповеданный грех? Исповеданный грех это тот, которого нет на твоей одежде, на твоем характере. Она должна быть белоснежная. Они выстирали одежды свои, убелили, а убелили слово белить, делать белым. Одежды свои кровью агонца. Через что мы приходим к святости? Через кровь Христа, через Его силу, через Его пример, через Его милосердие, прощение и любовь. Кровью агонца. За это, вот теперь ответ, за вот это они пребывают ныне пред престолом Бога, служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Откровение 7, глава 14, 15. Посмотрите внимательно, как соединяется все в одну красивую картину. Пришествие Христа будет тогда, когда жатва на земле созреет. Жатва это и спасенные, и погибшие. В данном случае мы говорим о спасенных, пшеница. Как жатва определиться, что она созрела. Что должно произойти с людьми верующими? Они должны со своей одеждой что сделать? Убелить ее, выбелить, чтобы не осталось в них грехов. То есть, иными словами, наше стремление к уподавлению Христу это и есть наше созревание. Почему праведный будет что делать? Творить правду еще. И святой что будет еще делать? Он будет освящаться. То есть, он будет очищаться и убеляться. И вот кто, тот, кто занимает вот эту позицию, позицию избавления от греха и к стремлению к святости, он будет в глазах Бога созревшей жатвой. Их выбор, вот этих людей, заключался в том, чтобы признать себя грешником и через жертву Христа очищаться от грехов, стремиться к святости Божией, явленной в жизни Иисуса Христа. И вот тот, кто занял эту позицию и не сворачивает с этого пути, невзирая на падение, может быть, на разочарование в жизни, вот все равно встает праведник и идет, и идет, и идет безостановочно туда, к святости Божией. Вот кто, кто эту позицию занял, тот определился ко спасению. Тот определился ко спасению. Посмотрите, как об этом сказано в Священном Писании. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитаю счетое ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него, для Него, для Господа моего я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и найтись в нем не с праведностью от закона, то есть наше понимание, а с праведностью от Бога по вере. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели и к почести Вышнего звания Божия во Христе и Иисусе». Филиппийцам 3 глава 7 по 14. И Павел говорит, что вот этот человек в глазах Бога совершенный человек. Кто совершен, вот так должен мыслить. И поступая так в своей жизни, как только что мы прочитали, Павел мог сказать о себе, о своем состоянии, где он будет, погибшим или спасенным. Он говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, то есть я не ушел ни налево, ни направо, вот этот путь я выбрал, я им шел всю свою жизнь, веру я сохранил, несмотря на трудности и испытания, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, даст мне Господь, не может быть даст, а даст мне Господь, праведный судья в день он и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Возлюбившим явление его. Дух, состояние духа. 2 Тимофей, 4 глава, 7-8 стих. Наше определение в пользу спасения в постоянном стремлении уподобится Христу и ни в чем больше. Вот поступая так от чистого сердца без лукавства, вы понимаете, без лукавства, если вы хотите быть похожим на Христа и не лукавите, то тогда вы, подобно Павлу, можете верить и знать, что Бог вас определил ко спасению. Испытывайте себя на предмет лукавства. Не лукавите ли вы перед Богом, когда вам этот грех нравится и вы его придерживаете, но говорите, еще не пришло время его оставить или у меня нет силы его оставить. Без лукавства. Нужно быть открытым перед Господом постоянно. И вот Священное Писание говорит нам, что верующий человек уже может здесь на земле знать, что он определен ко спасению, если он не лукавит, если он от чистого сердца стремится уподобиться Христу. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви, в шлем надежды спасения, потому что Бог определил, или это слово означает положил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникий, 5 глава, 8-9. Вы видите, если вы сыны дня, если вы одеваетесь броню веры и любви, надежду имеете, и стремитесь за Христом, то Бог вас определил, куда? Уже определил, положил во власти своей, ко спасению, положил вас ко спасению. Живите каждый день своей жизни так, как будто бы сегодня закрываются двери благодать, что Христос идет на нашу землю. Этот дух постоянной готовности и желания встречи со Христом будет самым надежным защитником и охранником от ладокийского состояния. Знаете, почему церковь пала в ладокийское состояние? И почему мир впал в ладокийское состояние? Потому что перестали ждать Господа. Что стало с рабом, который сказал, не скоро придет Господин мой? На что он тут же обратил свой взор места небесного, он обращает взор на земное, начинает пить, гулять, есть и все. А Христос говорит, берегите, чтобы у вас сердца не отягчались обидением, пьянствами, заботами, житейскими. То есть только постоянное ожидание Господу, вот этот стимул, вот этот дух, постоянное чувство, вот придет Господин, вот он придет, оно нас сохранит от ладокийской беспечности. Замечательная иллюстрация полного доверия Господу в прикладывание своих собственных усилий для победы является вот эта библейская история. Посмотрите на нее внимательно. И увидел Иав, что неприятельское войско было поставлено против него спереди и сзади. И собрал, и избрал он воинов из всех отборных в Израиле, выстроил их против сирийцев, а остальную же часть людей поручил Овеси брату своему, чтобы он выставил их против амонитян. И сказал Иав, если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне, а если амонитяне будут одолевать тебя, я приду к тебе на помощь. Будь мужественен, и будем стоять твердо за народ наш, и за города Бога нашего, а Господь сделает что ему угодно. И вступил Иав, и народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Амонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Овес и ушли в город. И возвратился Иав от амонитяны, пришел в Иерусалим. Второе царство, 10 глава, 9-14 стихи. Посмотрите внимательно на эту интересную библейскую историю. Народ Божий, он окружен неприятелями с двух сторон. Что это для нас, вот для нашей духовной жизни? Мы сегодня атакуем и дьяволом и снаружи, и снутри. С двух сторон атакует нас сатана. Снаружи, это когда нас обвиняют, пытаются вывести из себя, провоцируют на что-нибудь. Внутри, это наши собственные грехи, наше несовершенство, которое имеет место, к сожалению, в нашей жизни. И вот смотрите, что нужно сделать. Пример Иава говорит о том, что нужно выставить против него войск. Господь говорит нам, выставьте против него Слово Божье, Слово Слове, песнопение, веру, любовь. Это то оружие, которое дал нам Бог в борьбе против дьявола. Вы понимаете? Это оружие, которое дал нам Бог. Если люди печальны, псалмы, пойте написано. Если радуетесь, пойте псалмы, Слово Божье читайте. Это действенное оружие, оно действительно помогает нам в борьбе с врагами. И заметьте еще очень интересный момент братского взаимоотношения, Иава и Вес. Он говорит, если мне будет тяжело, помоги мне. Если будет тебе тяжело, я тебе помогу. Разве не тот же самый принцип изложен в Библии и в Священном Писании? Носите времена друг друга. Или написано вот такое, такие слова. Если кто видит, что брат твой что сделал? Согрешил, то что сделай? Обличи, помоги, поддержи, наблюдай за собой, чтобы не быть искушенным в этот момент. Поддерживайте друг друга, чем более вы усматриваете приближение дня онного. Поддерживайте словословием и песнопением, и изучением Священного Писания. И вот Бог, видя нашу искренность и наше желание победить и внешних, и внутренних врагов, обязательно дарует нам победу над ними, над нашими врагами. Внутри мы начнем избавляться от наших врагов, от наших грехов. А снаружи, я вам скажу, произойдет следующее. Либо наши враги станут нашими друзьями через Слово Божие, либо Господь даст нам такой духовный иммунитет от них, что нам будет все равно, что о нас говорят. Абсолютно все равно. Мы в терпении Иисуса отдадим все в руки Божьи, что бы ни говорили, как бы ни поносили. Сойди с креста, и мы уверуем, что это ты. Ты же для этого пришел. А он где находился в этот момент вера Христа? В отце покоилась. Двигаясь дальше, по текстам 14 главы Откровения, мы читаем, что происходит на земле после повеления Бога пожать землю. И поверх сидящей на облаке серб свой на землю земля была пожата. Откровение 14.16. К большому сожалению, к большому сожалению, сатана и к описанию этого славного события приложил свою руку. Он внедрил сегодня в христианство два заблуждения относительно второго пришествия Христа. Эти два заблуждения, они даже друг другу противоречат. Но едины они в том, что и то, и другое ересь. Что это за два заблуждения, два обмана? Первое заблуждение учит тому, что речь идет не о буквальном пришествии Христа, а лишь о его невидимом присутствии. Что царство Христа уже установлено под его невидимым правлением и контролем. Это удивительно. А что ж сатана успевает так много пакостей на Деоцарстве Христа? Это заблуждение возникло, во-первых, из-за однобокого понимания древнегреческого слова «парусия», которое имеет двойное значение и пришествия, и присутствия. Но также это заблуждение от того еще родилось, что люди, которые толкуют или толкают эту теорию, не рассмотрели и другие тексты Священного Писания, говорящие о Втором пришествии Христа, чтобы получить полную картину этого события. И вот этот обман легко обнаруживает себя в свете вот этих текстов, где используется древнегреческое слово «парусия». Будьте внимательны. «Я рад прибытию Парусия, Стефана, Фортуната и Ахаика, они восполнили для меня ваше отсутствие». Павел говорит о своих помощниках. И он говорит, что «Я рад прибытию Стефана». Был ли Стефан до этого с ними или нет? Вы видите, что Стефан восполняет отсутствие этих братьев. Чем он восполняет? Своим присутствием. Был ли до этого Стефан с ними? Я рад прибытию, приходу Стефана. Потому что, если бы Стефан был бы, то тогда зачем говорить, что он радуется его приходу? От 1 Коринфян 16-17. И еще один текст. «Но Бог утешающий смиренных утешил нас прибытием Паруся Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне». Так что я еще более обрадовался. 2 Коринфянам 7, глава 6-7 стих. Вы видите, он говорит о Тите, как о том, кто принес информацию откуда-то, что там происходит. Павел этого не знал. Откуда Павел это узнал? За счет того, что Тит что сделал? Пришел. Паруся. Или же иными словами, он не присутствовал всегда с Павлом, потому что Павел не знал, что там происходит. А он узнал от Тита, который был там, но пришел Паруся сюда, чтобы рассказать о том, что там происходит. Это очень очевидно и просто. Мы не можем сюда применить слово Паруся, как присутствие, что Тит всегда здесь был. Тогда слова Павла они просто бессмысленны. Я не знал о вас, а теперь я узнал. Откуда узнал? Если Тит всегда здесь был. По телефону позвонили мобильному? Это сейчас так можно сделать. И также вот этими текстами, где ясно раскрывается заблуждение. Посмотрите внимательно, что пришествие Христа будет незримо для глаз, а Библия говорит, что это будет зримо. Будьте внимательны. Опять первосвященник спросил его Христа и сказал ему, ты или Христос Сын Благословенного. Иисус сказал, я и вы узрите являться, показываться, давать себя увидеть. Это слово означает узреть сына человеческого, сидящего десной силы, грядущего на облаках небесных. Марка 14 глава 61-62. Что говорить нечестивому человеку, который видимого Христа не принимал и не понимал, что он узрит невидимого Христа. Вы понимаете? Сегодня толкающие эту теорию говорят, вы все не понимаете, мы правильно Библию понимаем, Христос уже незримо присутствует. Так если вы такие только понимающие видите, то как тогда такой непонимающий, как Иафа, мог это понять и увидеть, что он уже присутствует? Еще один текст. Тогда увидит или же явится, показаться, давать себя увидеть сына человеческого, грядущего на облаках силой и многое славой. И тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров от края земли до края неба. Марка 13 глава 26-27. Пришествие Христа представлено реально видимым для глаз событием, потому что оно еще сопровождается собиранием Божьих детей, ангелами Божьими, которые также будут видимы для людей. И второй обман сатаны, извратившего истину Божию о втором пришествии, заключается в учении о тайном восхищении верующих людей при втором пришествии Христа. Невидимое восхищение раз в один миг всех заберут и только будут удивляться, что остались пустые места на работе, кровати пустые и так далее. Восхитит Господь людей куда-то. И вот этот обман он также возник из-за неверного понимания Слова Божия. Два текста используют в основном для подтверждения этого тайного восхищения. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет как тать или же как вор ночью. Тать это старое слово, старославянское вор означает ночью. Первый Фессалоникийцам 5.2 Все идут как тать или как вор, блажен, бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, чтобы не увидели срамоты его. Откровение 16.15 Да, действительно, Христос говорит о том, что он придет как тать, как вор. Друзья мои, но речь идет не о том, что сам Господь будет невидим как вор. Я вот сейчас хочу, чтобы вы поразмышляли. Помимо того, что Христос говорит, что он сам придет как вор, он говорит также, что и день этот будет как вор. Сам день. И вот теперь я задаю вопрос, если люди говорят о том, что как вор, это значит его никто не увидит, то значит тогда и этот день нельзя будет увидеть вообще. Сам день будет невидимый. Вы понимаете, о чем идет речь? Но Священное Писание говорит, что это не так. Придет же день Господень как тать ночью, как вор, но несмотря на то, что он придет как вор, какие события он привлечет или повлекутся за этим днем или с этим днем. И тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись, но воры так не приходят. Шумом, да? Стихии разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Так как же этот день можно не заметить на всей земле? 2 Петра 3 глава 10 стих. Разве подобное может произойти незаметно? А ведь это то же самое, что принесет явление Христа при его втором пришествии, потому что день Господень и само пришествие Христа это идентичные события. Это об одном и том же идет речь. Посмотрите внимательно на эти тексты. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, ущелья, гор, и говорят горами, камнями, пойдите на нас, сокройте нас от лица сидящего. Так видят они его или не видят? И что в этот момент? Они ничего не понимают, что происходит на земле? Как тать, как вор. Но что-то этого все видят это событие, да? И от гнева Агонца, ибо пришел великий день гнева его, кто может устоять? Откровение 6 глава с 15 по 17 стих. Христос говорит, что беспечность людей, не желающих внимать проповеди Трехангельской вести, не позволит им увидеть приближение этого дня, точно так, как люди не знают, когда вор придет к ним. Понимаете? Не позволит им увидеть. И для них это событие станет полной неожиданностью, как вор в ночи, как он стал этот день неожиданностью для кого? Для людей какого мира? До потопного мира. Или тот день тоже пришел, как Тать, и никто не увидел, что он пришел. Понимаете? Абсурдность вот этих размышлений. А Христос говорит, будет как во дни потопа, во дни Ноя. Но как во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ноя, ковчеги не думали, пока не пришел потоп, вот этот день, как Тать для них пришел и не истребил всех, но они увидели, что с ними произошло. Не истребил всех, так будет пришествие Сына Человеческого. Матфея 24, глава, с 37 по 39 стихи. Как же открывает нам Слово Божье второе пришествие Христа? Пришествие Христа, как мы уже отметили с вами, будет видимым для глаз, для всех глаз событием. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Вы замечаете, что пришествие сравнивается с молнией, использовано слово видна. Как? Видна? Вот так будет и видно это событие. Пришествие Сына Человеческого. Матфея 24, 27. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силой и многое славой. Скрыто Он правит где-то невидимо, а увидят Его, грядущего на облаках. Марк 13, 26. Это событие будет видимым как для всех людей на земле, как для праведных, так и для нечестивых. Оно не будет иметь локальное какое-то место. То есть вот в одном месте увидят, а остальные все не увидят. Для всей земли оно будет видимо. Все грядет с облаками, узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его. И возрыдают пред Ним все племена земные. Вы видите, пришествие будет сопровождаться рыданием всех племен земных, потому что увидят Его грядущим на облаках. А не тайно Он где-то правит или же восхитил кого-то на небо. Итак, если скажут вам, вот Он в пустыне, не выходите, вот Он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Матфея 24 глава 26-27 стих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, ущелья гор, и говорят горами камнем, падите на нас и сокройте от лица сидящего на престоле и от гнева Агонца. Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять. Я думаю, что не увидеть, что это событие будет видимым для всех, это нужно такую доктрину придумать, это настолько нужно ослепнуть, чтобы не видеть видимое, чтобы действительно перестать это видеть. Пришествие Христа будет слышимым для всех событием. Произойдет неведанное до сели, вообще для всех живущих на земле, неведанное до сели землетрясение, сильнейшее. Оно повлечет за собой колоссальнейшие изменения и разрушения. И произошли молнии, громы, голоса. Сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение так великое. Город великий распался на три части, города языческие пали, Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его. Всякий остров убежал, гор не стало, и град величиной в талант беззвучно упал на землю, что никто не услышал, да? Упал с неба на людей, и хулили люди Бога за язву от града, потому что язва была от него весьма тяжкая. Откровение 16 глава с 18 по 21 стих. И вот при этом событие затрубит труба Господня, труба Божья. И Христос своим глазом пробудет праведников всех веков, спящих в опрахе земли, для того, чтобы даровать им обещанное бессмертие. Потому что сам Господь при возвещении и пригласии Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. 1 Фессоникицам 4,16. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, а Христовы в пришествии Его. 1 Коринфянам 15,22-23. Одновременно с этим событием произойдет и преображение живых праведников из тленного состояния в бессмертное состояние нетленное. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит обличься в нетлении, и смертному сему обличься в бессмертие. Когда же тленное сие обличется в нетлении, смертное сие обличется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». 1 Коринфянам 15,52-54. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 1 Фсилоникизм 4,17. Вот она картина второго пришествия Христа. Нога Господа, Иисуса Христа, не ступит на эту землю при втором пришествии на землю Его. Праведники будут ангелами, доставлены к Господу на небесах. Вы видите, мы восхищены к Господу на небесах будем. Не Он пойдет на землю, а мы поднимемся на небеса. Это очень важный момент, потому что сатана перед вторым пришествием Христа сделает подделку и захочет подделать вот эти события, явить себя под видом Христа. Но Он будет ходить по этой земле. Он будет ходить по этой земле. Его явления будут иметь локальный характер. И увидеть Его все смогут только по телевидению, но Библия говорит, не о телевидении узрит и во всякое око. Вот, поэтому локальный характер. И плюс, когда сатана придет, небо не свернется, как свиток. Так, чтобы мы могли увидеть престол Божий. Это должно произойти при втором пришествии Христа. И более того, не будет всеобщего воскресения праведников при пришествии сатаны под видом Христа. Не будет также всеобщего уничтожения нечестивых, которые будут иметь место при втором пришествии Христа. Я вам скажу очень простую формулу, по которой, ну, не формулу, а слова, по которым вы можете определить, что это не Христос пришел. Христос придет с воздаянием. А сатана придет для того, чтобы кого-то еще склонить на свою сторону. То есть, иными словами, действия сатаны будут носить такой характер, когда еще что-то можно изменить. А пришествие Христа будет тогда, когда уже никто ничего изменить не может. Вы понимаете? Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой, славой, великой. И пошлет ангелов своих с трубой громогласной, соберут избранных его от четырех ветров, от края небеса до края их. Матфея, 24, 30, 31 стихи. И что сделает дальше Христос? Он возьмет верных своих и через открытый космос поведет их к престолу Божьему. Он поведет их к небесному Иерусалиму, к небесному Отцу, и тогда слова Христа исполнятся буквально, если сегодня они исполняются в духовном значении, а тогда они исполнятся буквально. Я истинный путь истинный жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Ни один человек не способен преодолеть расстояние открытого космоса, чтобы попасть к престолу Божьему. Сын Божий буквально возьмет свой народ, уже это в буквальном, сейчас пока это в духовном смысле, и буквально что сделает? Приведет их к Отцу. Буквально это произойдет. Нечестивый от славы Божьей погибает при втором пришествии Христа. И цариземные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и всякие раб, и всякие свободные скрылись пещеры, ущелья, гор, и говорят горами, камнем, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агонца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Откровение 6 глава с 15 по 17 стихи. В пламенеющем огне, совершающем отомщение, не познавшим Бога, не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа от славы могущества Его, когда Он придет прославиться в святых Своих и явится дивным день Он во всех веровавших, как и вы верили нашему свидетельству. 2 Фессалоникийцам, 1 глава с 8 по 10 стих. Мертвые и нечестивые не воскреснут, живые и нечестивые будут уничтожены, на земле после второго пришествия Христа не останется ни одного живого человека. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса и нет на них света, смотрю и вот горы, вот они дрожат и все холмы колеблются, смотрю и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись, смотрю и вот кормил, пустыней стало, все города Его разрушены от лица Господа, от ярости, гнева Его. Иеремия 4 глава с 23 по 26 стихи. Земля в результате второго пришествия Христа излития язв будет обезображена до неузнаваемости, и она станет похожа на ту землю, что была в начале, когда Бог творил эту землю, но еще ничего на ней не было, безвидна и пуста, и тьма над бездной. И произошли молнии, гром и голоса, сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле, такое землетрясение, так великое. И город великий распался на три части, города языческие пали, Вавилон воспомянут пред Богом, и всякий остров убежал, гор не стало. Горы разрушились, острова разбежались в океане, и град величиной в талант продолжил уничтожающую работу на земле. Естественно, это будут последствия колоссальные. Откровение, 16 глава, с 18 по 21 стих. Сатана и его воинство окажутся на этой опустошенной земле, не имея возможности больше никого искушать. Праведники, вне его досягаемости, они обличены в бессмертии, Христос их забрал к Небесному Отцу в центр вселенной. Нечестивые, которые были его рабами при всей своей жизни земной, также уже не имеют возможности быть ему послушны, потому что они мертвы, они все уничтожены. И сатана со своими бесами, будучи скованными обстоятельствами, находится на этой земле, чтобы созерцать последствия восстания против Бога и его Сына. Священное Писание раскрывает нам все это с такими подробностями для того, чтобы мы, осмысливая вот это прочитанное, даже и не думали заигрываться грехом, чтобы мы знали, чем это все закончится. Я вам скажу, что вот это событие, что мы только что рассмотрели с подробностью пришествия Христа, дано нам для того, чтобы сатана не увлек нас ложными теориями, что еще будет тысячи лет дополнительной милости, что второй шанс будет дан. Кому-то кто-то верит, что можно из чистилища вытащить душу, кто-то верит, что этим чистилищем, условно говоря, будет тысячелетие на земле, когда можно будет еще что-то изменить и спастись. Вы понимаете, эти события показывают нам, чтобы мы не заигрывали со грехом и не думали, что у нас еще будет какой-то шанс. Друзья мои, во дни потопа Ной не остановился и не дал еще один шанс людям, чтобы они вошли в ковчег. Не было этого. Не обманывайтесь, потому что Бог этому не учит. Вот как было перед потопом, так оно и будет. И чтобы змей не искусил нас и не дал нам какие-то ложные толкования второго пришествия, что можно еще что-то изменить. Возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечна во Христе Иисусе Господе нашем. Мы должны занять уже сейчас четкую позицию в этом вопросе по отношению возвращения Иисуса Христа на эту землю. Определитесь раз и навсегда для себя. Вы хотите Его пришествия? Вы жаждете Его? Ваше сердце может жить без этого события или нет? Если нет, то значит тогда стремитесь к этому постоянно. Слейте с этим ожиданием настолько, чтобы без этого ваша жизнь не имела никакого смысла. Я вот хочу закончить эту тему словами, которые написаны у Вестницы Божьей относительно последних слов, которые сказал апостол Павел. Я вам скажу, я когда эти слова читаю, у меня все время наворачиваются слезы на глазах. Насколько этот человек любил Господа? Насколько он любил Господа? Мы сидим здесь на собрании, а его ведут на казнь. И вот он знает, что сейчас его обезглавят. Вы представьте себе хотя бы на миг эту ситуацию. Нас ведут на казнь, нас хотят обезглавить сейчас, и мы не увидим больше ничего. Жизнь закончилась. И вот апостол Павел говорит вот эти слова. О Господь, Ты мое утешение и удел мой, когда я обниму Тебя? Когда я обниму Тебя? Когда я увижу Тебя глазами своими? Когда нас не будет уже разделять тусклая завеса? История спасения, глава Монческая, смерть Петра и Павла. Друзья мои, протестируйте себя этим духовным вопросом. Вы можете, как апостол Павел, сказать, Господи, когда же я наконец обниму Тебя? Вы действительно хотите этого? Он это сказал даже перед лицом смерти. Сегодня очень многие верующие сидят просто на лавках, прожигают этот день, прожигают субботу и даже не думают о том, что скоро это событие произойдет. Не готовят своего духовного человека к встрече с Господом. Когда же я обниму Тебя? Когда я увижу Тебя своими глазами? Вот если этот Дух будет в нас, вы можете сказать, как апостол Павел, что теперь готовится мне венец, который даст мне Господь, потому что я его пришествие что сделал? Возлюбил, возлюбившим пришествие его. В следующей теме мы с вами рассмотрим истину о том, для каких верующих ожидание Христа просто бессмысленно. То есть они могут целыми днями смотреть на небо, они могут воздыхать в ожидании Христа. То есть мы узнаем, как можно быть адвентистом, ожидающим, не адвентистом в названии церкви, а адвентист в духе как можно быть ожидающим Христа, но при этом не будучи ожидающим Христа. То есть мы поговорим, как можно быть адвентистом по букве, а не по духу. Это следующая наша тема. Пусть же Бог прославится в жизни детей его. Аминь. 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 Аминь.